политолог мы вот так решили представить ну собственно сейчас поговорим больше и поймем в чем же собственно твоя роль как политолога из донецка и я предлагаю обсудить и вспомнить медиа ландшафт политический ландшафт донецкой области насколько он был реально влиял и влияет на ту ситуацию которая сейчас сложилась сепаратистскими движениями на донбассе то есть я имею ввиду насколько тот медь политический ландшафт 95 97 98 года когда были выборы вот в раду до предыдущие потом были кучмы выбор что происходило тогда в донецкой области что ты помнишь об этом как участник этих процессов я так понимаю интересный вопрос я так понимаю это потому что долго живу очевидно но я пришел в общественную политическую жизнь донецкой области как раз на закате проекта либеральной партии украины это 96 97 годы как раз но уже отживала свою либеральная партия это были события известны расстрелом евгения щербаня терял позиции владимир щербань уже был не губернатором и тогда на небослоне появлялись партии нового толка впервые проводились в своем году выборы по смешанной системе верховную раду появлялись партии называемые президентские партии всем известная народная партия ндп во главе с пустоводинка пустоводинка премьер-министром конечно этой партии да это как бы он даже стал премьер-министром по такой маркой под маркой борьбы с лазаренко с предыдущим но дунистром того тинка кучмис там был все равно кучмис это больше такое определение в целом эпохи это точнее как бы тех правил которые существовали в то время кстати вот чем отличалась та эпоха для донецкой области от дня сегодняшнего до вчерашнего стану так недавно вчерашнего то то что донецкая область была все-таки включена в контекст все украинские ну вот кстати говорят что когда тогда было включена до прихода януковича губернатором конечно да и собственно говоря и та ситуация с червами метра получилось и последующие события все вот наверное до выбора кучмы донецкая область оставалась управляемый народ и термин подошел бы сюда то все-таки киев-центр влиял на события в донецкой области и в донецке вынуждены рассчитаться с и в общем-то во многом соглашаться с тем что навязывал центр это и сильная сбу это и сильные органы убок убэп милиция прокуратура чем эта особенность такая что это было где-то наверное после этого года начались подвижки когда ну если вы помните историю с этого года то в первом туре кучма проиграл донецкой области симоненко достаточно большим разрывом а во втором туре внезапно выиграл и причем с огромным перевесом вот 19 год это наверное год взлета или зажжение звезды бориса колесникова именно в детстве так году как бы вот можно считать что штаб кучмы которые входили в большинство будущих регионалов таких как борис колесников как сергей николаевич ларин как демитко за единый украину правильно это было позже за гранина этот проект 2 года а 10 9 году это выборы кучмы и это тест на преданность тест на умение делать выборы и донецке показали что они способны во втором туре делать эти выборы наверное 10 9 год можно считать годом когда в донецкой области впервые произошло насилие над избирательными участками и дальше она осталась не только безнаказанным оно поощрялась ну как поощрялась со стороны стороны власти постепенно происходило дивидирование власных полномочий на местах я перебью андрей есть строчное сообщение батальон спецпризначения сич сообщает сейчас близко годину тому писки обстрелялись граде про це поведомил боясь батальону сич юрий черкашин який безпосредственно находиться на переду визе словам 20 заряди в граду был выпущен зи стороны ворога по позиции украинских войсков то есть из донецка и в донецке получается они ставят на терриконы свои установки град и ведут обстрелы вот тех территорий где находятся наши украинские войска вот такое вообще можно было представить во время когда еще год назад и донецке или вот я живи живя там я чувствовал как ты знаешь подсознательно что так просто эти все не сдадутся вот ну что так далеко они пойдут объявя себя отдельным течением политическим каким-то сепаратистским днр там еще чем-то православными и так далее но это уже по моему слишком ну когда они убили чернявского и как они на это реагировали все ну то есть ну я думал что до конфликт возможен но вот что стало что рычаг вот этот рычаг он виделся тогда в 90-х годах в начале 2000-х годов когда пришел янукович это как-то эти гайки закручивали еще тогда или что привело в итоге вот это все происходило постепенно но ты по образованию историк политолог ты прекрасно знаешь эти примеры исторические существуют это не это не является но ухау или нонсенс какой-то донецкой области то есть на самом деле если постепенно разрушается власть а власть это ведь не только аппарат насилия там да как нас учили в университетах это и прежде всего гарант социальной и прочей справедливости и когда эта справедливость мягко говоря с каждым годом сворачивается и идет мусорное ведро это проявляется начинать начинается все с мало начинается с оттока людей вот вот ты говоришь 96 97 98 год да я тебе хочу сказать что в те годы я бы назвал тебе сразу сходу вот 20-30 общественных организаций практически в партии назвал бы проекты которые не реализуют которые что делают как бы куча людей которые заняты общественно практической жизни нет она не было виртуально это были живые люди это были живые мероприятия пример что они делали да все что угодно но их можно было видеть это не 10-15 человек возле памятника шевченко ты имеешь ввиду евромайдан нет не обязательно евромайдан другие мероприятия тоже не блещет те же возле пушкина проводила партия риона то тоже было ну 100 человек понимаешь но это мне кажется я вам такая апатия мероприятия в которых люди принимали участие с большим удовольствием вот например тоже какой-нибудь молодежный концерт на площади ленина мог собрать тут есть ну ты собственно разначит ту историю эту фестиваль молодых вырядусь мы могли собрать на после него 10-15 человек мы то есть без партии регионов без правильного дела молодежи без оба администрации то есть просто люди могли прийти на интересное мероприятие и заметьте год с 2000 где-то там наверное 4 5 года до когда партия регионов окончательно окончательно села своей большой частью на всю донецкую область то есть произошло вот самое простое вся общественная инициатива она собственно умерла кроме партии региона кроме смру кроме это сказать союз молодежи региона региона есть тунецких профсоюзов соответствующих наших реликтов и которые в принципе пусть во всей брене уже не существует как вот эти вот постсоветские все структуры только у нас здесь в области они остались это профсоюз дпи профсоюз национального университета мармазова твоя любимая и донуэд медицинский университет такие же профсоюзов в украине уже собственно и нет дома нет этих деятелей которым уже по 60 лет они все еще лидеры профсоюзов но в донецке это оставалось все и поэтому если человек хотел самовыразиться что ему оставалось бороться нет этот путь никто не выбирал вручная система это из области никто не собирался уезжать мы все выезжали находили себя в украине в мире слушай ну вот у нас же такой есть деятель местная ринат ахмеда его так все выдвигали таким прямо великим западным типажом с интеллектом с большим и все такое неужели не мог повлиять на ситуацию как-то своими мби и формулами это просто проблема вообще всех донецких предпринимателей да и представители власти вот если обратил внимание по вашему счету если брать по большому счету по очень большому счету абстрагируясь от мелочей у пьящика неплохой ведь мэр как хозяйственник дороги строительства это его но мы это знаем это его и в там разбираете когда он об этом говорит он говорит внятно понятно четко расклады по полочкам если приезжает на дороге на просто раз видел сам эту картину он действительно как настоящий хозяйственник но такой же лукьяченко и был близнюк такой же был лагвиненко лагвиненко да ну это серьезно но у них одна проблема все одна проблема они все насколько они хорошо разбирались в хозяйственных вещах настолько же неплохо разбирались и недооценивали социально-гуманитарный блок никогда его недооценивали ахметов наверное удачный предприниматель ну как скажем так да мягко это просто если взять массив медиа массив информационного информационной составляющей донецкой области у нас была областная государственная телерадиокомпания была телеканал донбасс был этот первый муниципальный там не было реально независимого продукта весь продукт проходил определенную цензуру либо самоцензуру не было никаких ток-шоу куда можно было прийти поговорить приходили какие-то скинхеды маргиналы я помню с какими-то пророссийскими направленности я помню пришли когда вы уже после победы майдана на областную телерадиокомпанию и с коллегами открыли их skype а там владимир корнилов чуть ли не 10 его skype-ов было и больше никого вот вот это был такой набор play play листа у них постоянный вот как это можно было как-то побороть я же помню что нас никуда не звали так было не всегда например если брать в 96-97 годы в донецкой области то существовала газета салон дона и баса там был главным редатором Ленин Цодиков очень интересная личность очень яркая харизматичная и был шикарный корректив журналистов кстати говоря большинство из них в общем-то составляют остеок на листов даже на сегодняшний день вот оно существовало до определенного момента ну а там разве представляли мнение оппозиции когда-нибудь это было действительно это была первая единственная донецкая буржуазная газета которая жила за счет продаж да и интересно посмотреть архивы ты сможешь архивы я смотрю архивы некоторые материалы достаточно предвзято подавали нет только до того момента когда ты салон доной баса купил известный товарищ вот с того момента люди узнали что такое в редакции отсутствие свободы и цензура и все остальное собственно говоря и после этого салон донбасса и придется существование хотя это был действительно донецкий очень удачный проект а дальше знаешь вот наверное где-то есть имена журналистов наших донецких в этом просто мне кажется сама работа журналистов донецких ну а почему журналисты наши коллеги не отстояли это право вот почему они не вышли не солидаризовались и не сказали мы хотим от вот как здесь местные журналисты в киеве пожалуйста тебя и был конфликт появилась громадский где-то кого-то ущемляли выходит стоп цензура у нас донецке даже стоп цензура ни разу не образовалась единственный раз когда мы вышли на митинг было организовано это в 2013 году за напитрымку за память георгия гангадзе местная администрация привела титушек туда все равно тут то есть даже на это понимаешь и это уже тогда было очевидно движение майдана было да они уже просто мы вышли они уже понимали что не невозможно будет сдержать это все при этом они делали вид из себя что вот мы такие честные все тут такие порядочные тут вот и так далее так далее и на самом же деле это все бутафория было и вот это бутафория упала я вижу так она упала вместе с этими всеми глиняными стаканчиками виде близнюка шишатка лукьянченко 00 реальный ноль оказался который даже не в состоянии был защитить наш дом организовать батальоны организовать партизанов выступить сейчас против этих сепаратистов хоть одно заявление видел лукьянченко против сепаратизма вообще все это что еще не все упало подожди еще дарушит не а ну когда-то еще свои постучат оттуда безусловно да декорация упала декорация декорациями оказалось всего государственная власть лица об администрации место самоуправления вот ты заметил что смотри с началом боевых действий да вот сколько времени не было городе мэра да не было ни одного типа депутата районных советов горсовета сколько-то 500 человек у нас да я молчу про то что они никто из них не выступил не а где они сейчас горсовет до сих пор не собрался даже обрадуете для наши зрители они все в киеве виталик недавно что злостные сепаратисты находится сейчас донецкой области вы глубоко ошибаетесь товарищи они у вас в общем-то в основном киевской области и присутствуют так что тут радоваться нечему просто это мотайте себе на ус а второй нюанс том что на самом деле смотрите вот как бы тут боевые действия до город ни одного депутата не мэра никого а город надо признать живет так получается у нас город зависит от работы 3 коммунальных предприятий по сути там не нужно получается то кпдрсу местное самоуправление троллейбусы 3 дошло ваше депутаты оказались совершенно не нужны то есть оказывается они оказывается все это время они из себя ничего не представляли то есть место самоуправление оказывается это было ничто это был симулятор который до того чтобы а украсть землю б украсть коммунальное имущество в украсть может бюджета ну так и есть все получается дать больше ничего не эти решения про и проекты решений сами решения горсовета там если еще от поднять эти все мы недавно вспоминали решения то там еще половину можно сразу отменять как но самое страшное не это сама тракта то что и даже если решение будет принято незаконные и даже там если из этих решений был ущерб то депутатам за это ничего не будет тоже так же как вот тоже уникальное изобретение постсоветского мирового города исполком все люди думают что исполком это управление отделы нету исполнительные органы оказывается а исполком это между собой такой коллективный орган специально для мэра города чтобы мэр города не попадал под уголовную ответственность они придумали такое понятие в свое время как исполком это мэр его замы и для вида для крыши так сказать там пару человек общественности ну вот например кто был в исполкоме города донецка там даже такие люди были о которых я думаю никто в общем-то да и что это например был такой член исполкома боксер значит он боксер до его заслуга заключается в том что он боксер и он входил в этот исполнительный комитет елисеев он возглавлял федерацию бокса донецкой области не знаю кстати что я чай хороший раз а известно но причем территориальная громада я не понимаю причем здесь мы все были каким образом федерация бокса может управлять территориальной громадой объясни мне пожалуйста да или там например вот почему боксеры не вышли не помоле и не защитили нас от этого всего сепаратистского шапаша который был да действительно ну то есть этот исполком он формировался или например еще был такой человек член исполкома донецка его фамилия его фамилия значит он налоговик владимир коновал вот кто такой владимир коновал ты знаешь кто это наверно ты не даже не знаю я тебе скажу кто начальник специализированной налоговой инспекции по работе с крупными плательщиками налогов города донецка вот он сидел коновал елисей там еще несколько человек и голосовали за все все что куда можно и нельзя это уходило браками вы просто не присутствовали во время исполком ни разу не ходят знаешь они вот да да это реально собирается голова его зам это есть исполком и даже почти сочи в должен я должен даже не собираются за них снова подписывается якобы был с полком потому что по средам у них туда впихиваются все решения но факт тот что это коррегионный орган соответственно уголовно ответственность за это никогда не будет этим все постоянно пользуются и можно сказать что это не только проблема донецка на самом деле где ни капни лов киев черкассы то любой город возьми там везде на это ситуация но вот последний вопрос уже тут пришел владимир воронов тоже мы говорим о том что децентрализация власти вот в этих условиях она нужна или не нужно она очень нужно только она сегодня извращена до неузнаваемости она изуродована просто эта идея потому что на сегодня день той концепции которая предлагается президентом конституционной децентрализация понимается как передача исполнительной власти в руки облсоветов и райсоветов но конечно на самом деле это глубочайший нонсенс и хотя это привязывается якобы к реформе в почве реформе в чехословаке ну чехии точнее но это все неправда потому что на самом деле мы живем в домах на улицах городах мы на самом деле вот в этих территорий образования как это область или район мы не жители этой области область район это всего лишь административное отделение сегодня тогда так то есть нельзя сказать что мы знаем четко где кончается граница донецкой области начинается харьковской области но у нас предлагается по сути сохранить все что было всего лишь навсего передал полномочий от обла администрация по сути введя обла администрации в составу облсоветов ничего не изменится вот такие же феодальные образования как они были а настоящая реформа это другое это когда города получают конкретные права когда нет никаких областей когда никаких губернаторов и самое главное тоже хороший термин десоветизация нам давно уже пора отказываться от этих гонилых местных советов нам не нужны депутаты в селах где тысячи человек там 30 человек эти депутатов или 15 из которых 14 это родственники то есть нам этого всего нужно отказываться нам нужно больше ответить десерализация подразумевает передачу ответственности в первую очередь ну смотри в городе славянск сейчас и что мы видим какая ситуация мы видим что есть зонтов этот новый секретарь городского совета теперь он фактически руководитель города структура вся из полкома та же самая которая голосовала за пономарёва реально люди остались которые пономарёва выбирали председателем исполкома остались те же депутаты о выборах пока речи не идет команда у зонтова я не понимаю что это вообще такое есть она нет и что вот они сейчас получают больше прав проблема в другом вот все наши я просто не знаю философию управленцев в обл администрации наши данные только наши они вообще в принципе одинаковые везде по всей стране они все никто не собирается ну грубо говоря покупать новую машину они все хотят немножко подремонтировать подкачать да по это сама покрасить и ехать на той же самой машине вот у нас эта машина донецкая область да если так ее поставить виде машины она уже без колес она уже не знаю там не удивитель накрылся в нём без крыши она без дверей но на нее сейчас сели вот эти товарищи там кто там кихтенка, племенка, кравцов но они пытаются они пытаются поставить деревянные бревна и на эти бревна все равно ехать пытаются они понимаешь а ну вот хотя казалось бы да вот иди как не сейчас на оставшуюся территорию которые освобождены ну или скажем так не были захватены там во время этого показать может быть пилотный проект той реформы дестерализации которая должна быть как иди как не здесь экспериментировать делать пилотные вещи иди как не здесь пробовать законодательные какие-то новации но ведь этого ж нету а это говорит очень хорошо о том что на самом деле на самом верху наверное никто не собирается никакой дестерализации делать спасибо андрею у нас сегодня в нашем помещении которое мы называем я вас таки поздравляю с романского да да но нашего офиса да потому что все таки мы я еще раз хочу подчеркнуть тылыбачение это слово условное по отношению к нам и не думаю что где-то мы заработаем дача приводит а мы в первую очередь настроены несмотря на то что у нас майдан победил информационная блокада в донецкой области во-прежнему остается и мы это на освобожденной территории мы это очень четко кстати надо не забывать и нашим людям в донецкой области напоминать постоянно и постоянно обращать к истокам что все что произошло это исключительно наше донецкое авторство хорошо у нас мы мы это мы мы Продолжение следует...